Слава Богу! Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Благовестие это научает нас тому, что злые духи имеют власть над людьми и могут вредить нам. С тех пор, как злой дух соблазнил Адама к греху, сколько произведено им бедствий в мире! Каких не выдумано человеком грехов, каких не совершено срамных дел, каких не допущено ужасных преступлений, по внушению и при содействии этого, по выражению спасителя человека-убийцы искренне, то есть изначала, издавна, этого льва рыкающего, кого поглотить. И злые духи не только вредили человеку и соблазняли его на грех, но даже и поселялись в человеке, основывали в душе его свое царство. Тогда человек мучился и делался как сумасшедший. И такие-то люди назывались бесноватыми. А тех бесноватых, о которых говорилось в священном ныне Евангелии, замечается, что они жили не в домах, а в пещерах, где погребали умерших. Что они были настолько свирепы, что никто не смел проходить около того места, где они находились. Весьма печально и неприятно то, что такое злобное, скверное, отвратительное существо, как дьявол, имеет некоторую власть над нами. Может отчасти распоряжаться человеком, этим прекрасным Божиим созданием. Но мы, как христиане, верующие во Христа, можем утешиться и успокоиться тем, что для нас может быть не страшен дьявол. Прислушайтесь к евангельскому повествованию. Лишь только бесноватые завидели Иисуса, находившиеся в них злые духи, зная, что Иисус может изгнать их, закричали, «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» Итак, Иисус Христос – мучение для злых духов. Они хорошо знают, что после страшного суда будут навеки заключены в ад. Но им хотелось бы, по крайней мере, до страшного суда иметь полную волю в мире, полное господство над людьми. Потому-то они говорят, «Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Иисус Христос дал им знать и чувствовать, что и в настоящее время, и до страшного суда они не имеют полной власти над людьми. Что они всегда находятся в полном подчинении у Бога. И это показал Он тем, что изгнал их из бесноватых людей. И посмотрите, как ограничена власть их на земле. Как они ни в чем не могут распоряжаться без воли Божией. Когда злые духи увидели, что Христос хочет изгнать их из бесноватых людей, то стали просить у Него позволения войти в пасшееся вблизи стадо свиней. Значит, даже и такому животному, как свинья, злые духи не могут повредить без попущения Божия. Тем более, значит, человеку. Надо бы на только удостоиться того, чтобы Бог не допустил злым духам вредить нам. А как мы можем достигнуть этого? Если Иисус Христос страшен для злых духов, если злые духи трепещут пред Богом, то значит, они не могут быть там, где находится Бог. Они бегут оттуда. Следовательно, если в душе нашей будет жить Бог, если в душе нашей будет обитать Дух Святой, если на устах наших постоянная молитва к Искупителю, если мы будем приобщаться к телу и крови Христовой, то злые духи будут бежать от нас, как от огня. Кто же с равными и богопротивными делами изгнал из себя Духа Божия, в чьем сердце нет крепкой веры и теплой любви к победившему дьявола-искупителю, так кому же в том и царствовать, если не злу и представителю его дьяволу? Что с пришествием на землю Спасителя и с искуплением рода человеческого злой дух потерял власть над людьми, это можем видеть уже из того, что в настоящее время не встречается таких бессноватых людей, о каких рассказывается в чтенном ныне Евангелии. А настанет время, именно после страшного суда, когда злой дух и злое царство окончательно будут побеждены и навсегда совсем отделены от царства Божия и от нас, если удостоимся быть в Божьем царстве. Аминь.